Что такое Annotation Tool или инструмент заметок в Blender? Это вот этот карандашик, с помощью которого можно делать вот такие вот заметки в нашем Viewport. Что интересно, они могут вот так вот поворачиваться, прям как 3D-объект. Давайте рассмотрим некоторые функции и возможности этого инструмента. Если нажать левой кнопкой мыши на этот инструмент и задержать нажатие, то у нас появляются 4 опции, 4 варианта. Это обычная заметка, которой мы сейчас пользовались. Также есть Annotate Line, то есть будет рисоваться вот такая вот прямая линия после каждого нажатия. Еще есть Annotate Polygon. Честно, вообще не увидел никакой разницы. Может кто-нибудь когда-нибудь мне объяснит. То же самое, как по мне. И Annotate Eraser, то есть стиратель. И при нажатии на экран левой клавишей мышки у нас все это стирается добро. Здесь можно регулировать диаметр нашего стирателя. В этом разделе при выбранном инструменте заметки у нас есть дополнительные настройки этого инструмента. Но так как у нас сейчас Eraser включен, здесь отмечено, что Eraser включен, стиратель. Давайте выберем обычную рисовальную функцию. И что здесь можно настроить. Во-первых, цвет. Вот все поменялось. Хочу отметить, что все, что здесь есть, дублируется в верхней части viewport. В принципе, вот цвет тот же самый. Здесь вот в разделе Note или вот здесь вот в разделе Note. Можно поменять прозрачность нашей заметки, нашей линии. Можно сделать ее полупрозрачной, можно сделать прозрачной. Толщину, Thickness. Здесь у нас сейчас указано по умолчанию 3 пикселя. В разделе Placement сейчас у нас по умолчанию стоит режим 3D курсор. То есть вот такой вот режим. Если мы поменяем на View, то то, что мы нарисовали, у нас оно, видите, в этом режиме, последнее нарисованное, оно остается на месте, а вся остальная сцена может крутиться. И в режиме Surface мы можем рисовать на выделенном объекте. На первый взгляд кажется, что вроде все как и было, но если покрутить, повертеть, мы видим, что то, что мы нарисовали, наши линии, они привязываются к поверхности объекта. И последнее, что можно рассмотреть, это вот эту функцию Stabilize Stroke, то есть стабилизация нашего рисования. То есть, видите, более плавная линия получается, менее дрожащая. Субтитры создавал DimaTorzok